По различным источникам, в начале X века столица Византийской империи, Константинополь, внезапно подверглась осаде со стороны врагов. Это могли быть арабы, болгары или русы. Детали нас здесь особо не интересуют. Гораздо важнее то, что произошло вследствие тяжелого положения города. Жители собрались для ночной совместной усиленной молитвы в Овлахерском храме, где блаженному Андрею и его ученику Епифанию было видение. Святой Дмитрий Ростовский пишет, «Богородица сняла себя, блиставшая наподобие молнии, великое страшное покрывало, которое носило на предчистой главе своей и, держа его с великой торжественностью, своими предчистыми руками распростерла над всем стоящим народом. Поднявшаяся буря разметала корабли неприятеля, избавив жителей Константинополя от смерти». Итак, что же явилось с причиной спасения столицы Византии? Заступничество Божьей Матери? Да, безусловно. Но его было бы, наверное, недостаточно без покаяния тех, кто понимал, что по делам нашим, да будет нам. Надо думать, что, скорее всего, молились в тот момент не только в Овлахерском храме. Весь царь Град встал на молитву. Когда-то Ромеи, как и наши предки, были глубоко богобоязненным народом, который видел истинного виновника бед в своем духовном состоянии. А враги, те, что регулярно вторгались в пределы империи, были лишь орудиями всемогущего великого промысла Божьего. Нам следует это помнить, так как только покаяние и молитва способны спасти народ. Без них царство падают и тонут в реке забвения. Священномученик Сергей Мечов в наставлении духовным чадом завещал, праздник покрова Пресвятой Богородицы есть прежде всего праздник молитвы. Два мужа, молящиеся в храме в Овлахернском, увидели ее, предчистую деву, тоже молящуюся и простирающую мафор над городом, который находился в великом несчастье. Они в молитве видели ее молящуюся. Поэтому и нам в этот день в нашей мере нужно назидать себя и слов Священного Писания, говорящих о молитве. И как когда-то в далеком Царграде греки просили Пресвятую Богородицу о помощи, так и мы в трудные минуты жизни добротимся все с молитвы к нашей заступнице и утешительнице, прося избавить нас от всевозможных бед и напастей, моля принять под свою защиту и покров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова